Будем на это и рассчитывать. Добрый вечер, Кристина! Рад с вами встретиться для нашей беседы о счастье. Мне очень приятно видеть ваше улыбающееся лицо. Улыбка, как правило, на наших лицах – это символ благополучия, символ счастья. Недаром маленькие дети, да вот есть такая критерия еще, когда вот в козу рогатую с ними играешь. Ну, года нет, идет коза рогата, я за белыми, западай, западай, западай. И ребенок хохочет, хохочет. И вот для меня это такой эффект неваляшки. Вот эта знаменитая кукла из советского детства, которую ты отклонил, почти положил на пол, а она обратно возвращается в вертикальное положение с музыкальным звоном радости. Вот так и дети, ты их немножечко вот так взбудоражил, отклонил из естественного состояния куда-то, и они обратно хохочут, возвращаясь в естественное состояние. Да вот это один из образов для меня – счастья, смеха. Ну и также мы чувствуем себя хорошо, когда мы на контрасте видим, что где-то не очень хорошо. Ну вот вспомним смех детей в цирке, когда дяди-клоуны там спотыкаются на ровном месте, ботинки у них вот с такими неудобными большими носами или загибающимися носами, одеты они в такие широкие штаны какие-то, в которых они запутываются. И когда они плачут, слезы у них брызжут аж на два метра там, и все они как-то вот такие разукрашенные с такими большими носами или как Олег Попов там с волосами, как у страшилы, и в шляпах похожего покроя. И дети счастливы, и смех этот – это смех счастья, который также есть свидетельство того, как нам хорошо, на контрасте того, что вот где-то есть кому нехорошо. То есть это вот какой-то такой прообраз счастья на контрасте с несчастьем, радость от того, что ты умный, потому что ты видишь дурака. И очень часто, кстати, смех, вот возьмите Comedy Club, популярный в России, передача на ТНТ, ну или вообще все юмористы «Вечера смеха», они всегда связаны с тем, этот феномен, что есть где-то вот дурак, когда мы смеемся, где-то вот нужно искать рядом, где дурак и кто он. И когда мы смеемся, по умолчанию считается, что нет, дурак не я, я умный. Дети смеются, они умные, дяди большие, дураки, клоуны. То есть вот эта история, она говорит о том, что вот счастье и несчастье – это где-то вот нераздельная пара. Да, вот мы счастливы, когда мы говорим, что счастье, где-то есть вот несчастье, от которого мы защищены, или которая не наш удел, не наша судьба, но в пространстве о нем где-то есть, и я ощущаю себя хорошо. И вот в ежегодном индексе счастья стран мира, который заставляет ООН, есть порядка десяти параметров, по которым вычисляется счастье в разных странах. Привычные параметры связаны с финансами, с семьей, с загрязнением, с преступностью, с наркотиками, например, в обществе, с насилием, индексы стандартные ООНовские, с общением, досугом, возможностью путешествовать с властью, с уровнем демократии и так далее. И порой вот в такого рода опросах парадоксальные картины возникают, что самые бедные страны Латинской Америки и Азии, они в то же время самые счастливые. То есть они, да, там низкий доход, там, да, там тирания, но по каким-то другим параметрам в этих странах больше счастья, танцы, веселья. Я сам несколько раз был и в Азии, и в разных странах, и в Венесуэле, и в Мексике. И, в общем, свидетельствую, что да, это действительно так. Бывает и такое. И счастье зависит, конечно, но не только от финансов, не только от социального положения, не только от возможности путешествовать, и не только от высокого уровня свободы и демократии. Вот, Кристин, как вы думаете, что такое счастье, благополучие, радости жизни, ну, то, что мы называем счастьем, и от чего оно зависит? Как мы могли бы начать наш разговор об этом? Владимир, большое спасибо. Я хочу сразу сказать, что для меня смех и счастье — это две разные стихи. И очень часто я вообще вот такое веселье и смех отношу скорее к одному из самых действенных инструментов для борьбы с жизненными невзгодами. вспомнилась притча, которую я, вероятно, перевру, потому что я притчу не очень хорошо рассказываю, но про Тамерлана, как он сождал город и посылал свои войска все оттуда выносить из этого города. Ну, чтобы не уходить очень глубоко в притчу, суть в том, что войска ходили, возвращались, приносили то богатство, то какие-то запасы еды, одежды, и приносили, приносили. А Тамерлан все спрашивали, ну, как там в городе? И войска говорили, ну, все плачут, молят, говорят, что есть нечего, что скоро будут есть солому. На что Тамерлан их слал обратно. И вот когда войска пришли и сказали, что непонятно, что происходит, но все смеются и поют, Тамерлан сказал, ну, значит, у них ничего не осталось. Поэтому для меня вот эти две стихи, они чуть-чуть разные. Смех, веселье и счастье само по себе. И несмотря на то, то, что, да, действительно, я сама тоже видела очень много людей обездоленных, потому что жила в Азии 17 лет, там все-таки картина чуть-чуть другая, чем даже, скажем, в беднейших странах бывшего Советского Союза. Ну, вот Азия, она вот еще более дикая, если можно так сказать. В мой родной дом имею право говорить. Ну, просто потому что там был такой вот жесточайший капитализм с полным отсутствием какой-то социальной поддержки людей. И работала я с беженцами, и с маргинальными людьми, больными СПИДом, и женщинами, которые работали, например, в секс-индустрии. Поэтому я видела много обездоленных людей, которые действительно радуются жизни. И несмотря на то, что какие-то индексы могут сказать, что да, вот они, в принципе, счастливее нас, если спросить обычного человека, несмотря на то, что мы все хотим быть счастливыми. Но такого счастья все-таки никто не хочет. Все хотят счастья на своих каких-то условиях. Поэтому, наверное, я могу про счастье с разных сторон как бы к счастью подходить к этой теме. Но, наверное, вот в свете вот такого вступления, я бы, тезис, который бы я хотела бы поделиться, это то, что счастье — это все-таки что-то очень индивидуальное. И с индексами проблема заключается в том, что мы пытаемся как-то подогнать это под одну какую-то гребенку. И для мира более развитого, я скажу условно западного, и я Россию отнесу тоже условно к западному миру, хотя географически это не совсем так. И даже, наверное, геополитически, исторически не совсем так. Но все равно для мира нашего, вот знакомого нам, если не брать там Африку, Латинскую Америку, Азию, где условия жизни все-таки очень сильно отличаются от мира более богатого, у нас есть вот в чем проблема. Мы приравниваем к счастью к успеху. Ну, так, в общих чертах. А понятие успеха в каждом обществе, оно такое как бы выкрестализанное. Не могу выговорить это слово, но оно как будто бы вырезано в камне, что вот успех — это вот так вот. Да, наше понятие успеха со временем и с тем, как меняются условия, тоже чуть-чуть меняется. Но, в принципе, если поставить 100 человек, ну, как бы сделать такое исследование, я и не пробовала, но я думаю, что его можно было бы сделать. Дать людям выбор из 10. Вот вам человек 1, 2, 3, 4. Скажите, кто из них успешен. Все-таки из 199 выберут примерно одних и тех же людей и назовут их успешными, а других неуспешными. Потому что у общества есть какое-то вот согласие о том, что такое успех. Но при этом счастье — это что-то очень индивидуальное. И наша проблема в том, что с рождения нам говорят что? Нам говорят учись хорошо. Нет, ну, сначала говорят будь хорошим мальчиком, хорошей девочкой, веди себя хорошо. Потом говорят учись хорошо. Потом говорят поступай в хороший вуз, получай хороший диплом, находи хорошую работу, чтобы тебе хорошо платили. Создавай семью. И вот этот вот сценарий, он как бы нам прописан, и мы идем по нему в поисках счастья. Такого простого человеческого счастья. В какой-то момент мы вдруг понимаем, что вроде бы как бы все есть, и я молодец, а чего-то не хватает. И что-то как будто бы не то. Так вот, я хочу рецитировать, наверное, нашего общего друга, Диму Шеменкова, которого я очень люблю. И его, теперь уже жена, когда они познакомились, у нас спросила, что такое счастье. И Дима на это сказал. Счастье, когда не надо врать. Так вот, в моем контексте, счастье, это когда не надо врать самому себе. И мне кажется, что вот я говорю про счастье немножко, ну вот когда я говорю про счастье, в принципе, я говорю про него чуть-чуть по-другому. Для меня, ну и опять-таки, это мое понимание счастья, и может быть, не все со мной согласятся, но когда я говорю людям, приходите, давайте делать марафон 7 дней счастья, то я пытаюсь транслировать вот это достижение, что я считаю, что счастье, это когда ты можешь быть в мире с собой, неважно, что происходит. И тебе как бы от этого хорошо, от того, что ты делаешь то, что тебе нравится, ты никому не врешь, и главное, в первую очередь, себе не врешь, и тебе хорошо, неважно, что происходит. Это не всегда про радость, не всегда про веселье, возможно, но вот в нашей предыдущей попытке до того, как нас прервали не очень доброжелательные люди, почему я, в принципе, начинала этот эфир с большой улыбки, потому что была такая курьезная, немножко печальная ситуация, вот, я сказала, что счастье тема противоречивая, и я, чем больше я ей занимаюсь, тем больше я вижу вот этого противоречия, с одной стороны, кого бы ты ни спросил, можно сказать, что каждый человек хочет быть счастливым, вот любого человека спроси, чего ты хочешь, да я просто счастливым хочу быть, мало кто хочет быть чем-то другим, и просто, ну, для кого-то счастье, это просто вот такая простая житейская ситуация, вот у меня все хорошо в жизни, я счастлив, а для кого-то это какое-то великое дело, и может быть, сложить свою жизнь на поприще этого, ну, как бы, на алтарь этого великого дела, то есть у каждого свое понимание счастья, но в принципе, каждый хочет быть счастливым, с одной стороны, с другой стороны, никто не хочет этим заниматься, и когда ты говоришь, что давайте поговорим про счастье, люди говорят, да, ну, у меня есть более серьезные вещи, какое счастье, то есть вот такое вот невероятное противоречие, я хочу быть счастливым, но я не хочу об этом говорить, я не хочу на это сказать. Да, Гристина, вот если мы посмотрим на историю вообще человечества, то я думаю, что вся наша история может быть рассмотрена именно вот в этом ключе, как поиск счастья для всего человечества, как у Рублева в Сталкере, там много счастья для всех, и чтоб никто не был обделен там или обездолен, и вот посмотрите, большие, великие проекты, связанные с мировым религией, что это такое? Это же поиск рая, великие мировые религии, исламский проект, даосский проект, буддийский проект, индуистский проект, и проект монотеистических религий, иудаизма, христианства и ислама, да, это поиск счастья, что такое внутри христианства, протестантский проект, начавшийся с Лютера 400 лет назад, который изменил жизнь сперва Европы, а потом всего мира, это перевод внимания с небес, где вечная жизнь, рай после страшного суда, на землю, это Лютер заставил европейцев начать строить царствие Божие на земле, и это был мощнейший импульс науки, развитию общества, прекратились длящиеся 300 лет в Европе религиозные войны, когда католики убивали протестантов, протестанты католиков, вместе они ортодоксов православных, и все втроем, главное направление христианства, ходили против мусульман, да, и отвоевывать гроб господин с крестовыми походами, это закончилось, началась наука, возник капитализм, об этом великолепно немецкий философ Макс Вебер написал книгу «Протестантская этика» и «Дух капитализма», то есть весь наш новый мир технологий, производства науки, современности, который изменил, это попытка построения Царства Божьей на земле, то есть счастье, и посмотрите, опыт великих корпораций, успешных, корпорация Маска, корпорация Эппл, корпорация Гугл, ведь в глубине, почему они успешны, это было исследование, потому что у них есть великая миссия сделать счастливыми человечество, а коль скоро есть такая миссия, они имеют доступ к тем ресурсам, которые корпорации с маленькой миссией доступа не имеют, им вселенная не отвечает, поэтому эти корпорации успешны, и это одна из слагаемых, наверное, успеха, поэтому, конечно же, представление о счастье меняется, конечно же, представление о счастье, посмотрите, скандинавское, хюгге, в Японии, в Абисаби, да вот жить в потоке, в спокойствии, или есть еще икигай, там, есть всевозможные виды пофигизма, да тоже как вот, или какой-нибудь стоицизма современного, современного дионисизма, вакханалии, там, есть дауншифтинги, есть многочисленные программы о том, как жить счастливым рано выйдя на пенсию, в 45 лет, есть книги, проекты великолепные, как можно каждому человеку в любой стране в 45, а дальше жить свободным, выбирать свой дальнейший путь, но в чем я абсолютно с вами согласен, представление о счастье связано вот с этим состоянием хорошо, прежде всего, универсальным, которое есть у каждого из нас, и я как психотерапевт открыл, что состояние все хорошо является даром, которым владеют некоторые выдающиеся психотерапевты, более того, это один из видов древнейшей терапии, и терапевт, у которого все хорошо, который в контакте вот с этим с глубинным хорошо, с благом, независимо от того, о чем он говорит, что он делает, он транслирует это состояние хорошо, понимаете, хорошо не будет когда-то в будущем мы закончим терапию, ты пройдешь, там столько-то сеансов, и тебе в конце концов будет хорошо, не было когда-то хорошо тебе в детстве или когда-то до этих конфликтов, а прямо сейчас транслируется хорошо, и вот я впервые столкнулся с этим вот ярко очень с Анной Симкин, Анна Симкин это выдающийся мастер гештальта, прямая ученица фрица Пёрлса, я встретил ее на конференции в 89-м году в Шотландии, там в Финхорн Фундейшн была большая международная конференция, и был сражен начисто тем, как она работает мастерски, она давала мастер-класс, напросился с ней на обед, на разговор и набросился на нее с вопросами наглыми, такими, мальчишескими, что такое великий психотерапевт, как вы работаете, как вы достигли этого, она смотрела на меня, смотрела, а потом ответила, Володя говорит, хороший психотерапевт, это старая еврейская бабушка, и я думал, что она просто меня отфутболила, а потом до меня дошло, она сама, конечно же, была этой старой еврейской бабушкой с копной седой волос, с овинным носом, а то, что она имела в виду, это то, что люди пожилого возраста, бабушки и дедушки, старейшины человечества заботятся прежде всего о внуках, о ближних, о людях, у них другая мудрость, они не участвуют в гонке за деньгами, властью, какими-то материальными ценностями, они живут в другом измерении жизни, и они излучают вот эту вот любовь, заботу, доброту в жизни, в чувствах, в действии, и, наверное, это действительно древнейший вид психотерапии, и, как я узнал потом, древнейший и один из самых мощных методов духовных практик. В 90-м году я встретился со своим учителем традиции дзокчен Чогьялом Намбкаем Нарбоу. Это великий мастер традиции дзокчен, к сожалению, два года назад он покинул этот мир, и я был начисто стражен тем, насколько он настоящий, живой, радостный и очень такой присутствующий в каждом мире, вот в каждом мире. И он нам объяснил, что по-тибетски есть такое, есть в буддизме представление об Адибудде, Адибудда на санскрите это изначальный Будда, а тибетцы перевели термин Адибуда кунтузампо по-тибетски, и кунтузампо это означает на тибетском языке все хорошо, то есть вот это изначальное состояние просветленного существа, это состояние, которое также описывается как все хорошо, в этом нет ничего плохого, абсолютно, ты в контакте со всем, ничего тебе не мешает, все сияет, все излучается, и это важнейший ключ к духовным традициям, и я вот замечал аналогичные вещи у Далай Ламы, когда я впервые с ним встретился, помахал ему рукой с расстояния, вдруг он мне в ответ тоже помахал рукой, помолчишечи, я не поверил так и спросил мне, он захохотал еще больше и сказал, жестом тебе-тебе, вот это присутствие, это бдительность, такая вот эта игривость, я бы сказал, это, наверное, вот характеристики тоже счастья, и вот в русском слове счастье есть этимологические возможности эти смыслы прочитать, потому что счастье, один из вариантов прочтения, это сейчастие, это вот тот самый знаменитый миг, вот я напомню, я даже приготовил песенку, чтобы напомнить из земли Санникова, тушующим, есть только миг, за него не держись, есть только миг, между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. вот эти замечательные в одном четверостище квинтэссенция мировых духовных практик, связанных с медитацией, май, полной, с присутствием, абсолютной открытостью, игривостью, вот той же самой игривостью, которая у нас гораздо больше, когда мы дети, да, и ребенка хлебными корми, просто вот предложить, давай поиграем, давай уже, неважно, почему, почему игра, как говорил Йозеф Хейзинге, это есть просто самое главное для развития, хомолюденс, человек играющий, или Вадика Демчога, театр игры, да, потому что в игре мы живем на всю катушку, мы полностью здесь, и мы открыты, и мы в обратной связи, вот оно, вот присутствие полное, и я думаю, что это один из ключей к пониманию счастья в настоящем моменте, счастья, полное присутствие, вот эта песенка, которую я проиграл, первый куплет, это квинтэссенция, но по сути всего Экхарта Талле, Талле, одного из самых, наверное, популярных современных духовных учителей, который там вот постоянно по рейтингам теле первое и второе место с Дамой Ламой, но то, что он говорит и в книжке The Power of Now и в многочисленных беседах, это именно это. Он ведь, помните, его истории, когда-то был хомлес, беспризорным и увлек садвайта веданты, читал книжки Рамеша Бальсикара и Шри Романа Махаршу, ну, практиковал, и прохожие, которые подавали ему на жизнь, хлеб и деньги, заинтересовались тем, что он такой счастливый, этот беспризорный, радуется, улыбается, ласково отвечает на вопросы, и из этого и появился феномен Экхарта Талетом, ну, кто-то его так вывел и на большую эстраду, собрал для него группу людей, он просто рассказывал, как он живет и что он чувствует, и в чем вот эта мощь The Power of Now, мощь полного присутствия в настоящем моменте, в этой бесконечности, сейчас, и я думаю, что вот многие практики популярные и в бизнес-тренингах, там, связанные с эмоциональным интеллектом, там, с героизмом, с открытостью, с общением, это так или иначе они вот вокруг этого поля вращается, которое уже очень хорошо отмечено вот мировыми духовными традициями пребывания, полное пребывание в настоящем моменте, это бдительность, это рекпа, это открытость, ну, естественно, честность на мирском языке мы это говорим, безусловно, честность к себе и честность к другим, это два главных момента, так что я целиком и полностью согласен с вами, с Димой Шеменковым, с Экхартом Талле, с Землей Санникова в исполнении Олега Анофрио, этой замечательной квинтэссенции, наверное, мы могли бы вот танцевать по теме счастья вот на каких-то вот этих смыслах. смыслов. Но у меня есть свой подход к тому, как тренировать счастье. Я считаю, как я говорила, что у нас есть две проблемы. Во-первых, мы пытаемся его как-то генерализовать, то есть найти какой-то общий знаменатель и под него себя подстраивать. И мне кажется, это самая большая проблема обычного человека в западном мире, и я говорю в западном мире именно потому, что у нас в принципе нет таких больших проблем, как какие-то конфликты или преступность сильно зашкаливающая, как в Латинской Америке. Или скажем, ну то есть в принципе обычный человек в наших странах, он может жить совершенно спокойно, и у него будет что поесть, что одеть. И наша проблема заключается в том, что мы стремимся к какому-то общему знаменателю в вопросах счастья. Но надо понимать, что счастье это все-таки очень индивидуальное. Поэтому, наверное, в своем подходе, когда я работаю с людьми на тему счастья, я в первую очередь хочу им донести идею о том, что ты все-таки должен быть сам с собой честным, чтобы понимать, что значит счастье для тебя и идти к этому, а не к тому, что общество называется успехом. Это с одной стороны. И с этой точки зрения, конечно, я восхищаюсь и простотой того, как донес Экхартоле идею о том, что счастье находится в нынешнем моменте. Но я считаю, что его путь не для всех. Потому что нынешний момент нынешним моментом, но очень много недопонимания счастья. У нас есть какое-то ожидание, возможно, что счастье это отсутствие боли, к примеру. Все же сказки заканчиваются, жили недолго и счастливы до конца своих дней. у нас есть какое-то понимание, что можно просветлиться, доучиться и все, и будет тебе все хорошо. На мой взгляд, все-таки счастье это как навык, который нужно тренировать. Как любой другой навык. И поэтому вот мой подход, я его расширила, сначала у меня было шесть шагов, теперь у меня семь шагов счастья. Это именно тренировать навык вот этого счастья, такого практичного счастья, которое доступно людям, которые живут все-таки не в пещере, а живут здесь и сейчас в занятом мире. И да, у них есть и работа, возможно, нелюбимая, возможно, есть в окружении люди, которые их раздражают постоянно, одни и те же мозоли наступают. То есть у меня такой очень-очень прагматичный подход. Критина, с чего начать? Какой первый шаг? А потом второй, тридцать, шесть, сила настоящего, он у меня всегда был одним из первых шагов, потому что у меня теория основывается на идее гидронической адаптации, которую, по-моему, Михай Чиксон-Михай еще продвигал в том веке. Я по образованию не психолог, поэтому я психолог-любитель. Вот. Но есть такая теория, как бы, гидроническая адаптация, которая мне, в принципе, созвучна. И вот вы начинали эфир с Ваньки в Станке, или как она называется, такая куколка была. В принципе, я основываюсь именно на этом. И мой подход заключается в том, что для того, чтобы вот этот вот уровень, заданный уровень счастья, ну, то есть теория гидронической адаптации, для тех, кто не знает, это о том, что у нас есть у всех какой-то заданный уровень счастья. И с нами что-то происходит, мы можем с этого уровня как бы отойти. Например, мы получили невероятный подарок, мы какое-то время радуемся, но потом мы возвращаемся в этот уровень. И наоборот. И это объясняет, почему, например, люди, у которых есть все, они там родились в хорошей семье, у них есть деньги, есть красота, здоровье, но при этом они постоянно ноют. Это потому, что их заданный уровень счастья, он довольно низкий. Ну, или примеры такие, как тот же Ник Вуйчич, который, ну, обделил его Бог, конечно, много чем, но при этом вот он счастливый, живет такой, вроде бы, цветной, красивой жизнью. И мой подход заключается в том, что мы, в принципе, нас же не учат тому, как быть счастливым. Это вот, ну, вот как я говорила, мы хотим быть счастливыми, но говорить об этом как-то некрасиво. Это, ну, несерьезно. Ну, серьезные люди занимаются, занимаются предназначением, целями, достижениями, а счастьем, ну, это же, это же как бы прикладывается с одной стороны. С другой стороны, это как постоянно морковка, к которой мы все время идем и постоянно за ней куда-то бежим и никак не можем ее достичь. Поэтому у нас, вместо того, чтобы у нас был нормальный инструментарий для достижения счастья или для повышения вот этого уровня, гидронического уровня или как это, уровня счастья, заданного уровня счастья, вместо этого мы прибегаем вот к таким методам, которые нам позволяют чувствовать себя хорошо вот сейчас, на данный момент. И я называю это инструментами, которые вот на английском называются instant gratification, сейчас попробую перевести на русский правильно, это моментальное вознаграждение. То есть я вот, мне сейчас плохо, я выругался, мне стало легче или я там съел шоколадку, мне стало легче, ну, или более такой распространенный способ выпил, покурил, погулял и мне стало лучше. То есть почему мы это делаем? Потому что мы, в принципе, по-другому не знаем и это легко, это ты сразу видишь результат. Проблема в том, что такие методы, они не дают долгосрочного результата, они не повышают наш уровень, заданный уровень счастья и они, к ним возникает такое вот привыкание, то есть нам нужно больше, больше и больше, поэтому мои вот эти вот семь шагов, они основаны на том, что нам нужно смотреть все-таки на долгосрочные стратегии, стратегии, которые позволяют нам в принципе перепрограммировать наше мироощущение и начинать, то есть повышать вот этот заданный уровень. Оно кажется, что это сложно, я не знаю, на самом деле, исследования есть такие, чтобы люди могли себя перепрограммировать, у них был низкий уровень счастья, стал высокий, но я знаю, что противоположное есть люди, которые пережили серьезную травму и ее не проработали профессионально, у них может действительно вот этот заданный уровень счастья с довольно высокого упасть вниз, так что я думаю, что, наверное, возможно и наоборот. Разумеется. Вот, и у меня вот эти семь шагов, которые я предлагаю, они простые практики, одна из них это практика, вот именно практика возвращения себя в нынешний момент, потому что все наши неприятные эмоции, они связаны обычно не с нынешним моментом, а с либо там переживания за будущее или какие-то, какие-то, может быть, разочарования, связанные с прошлым. А что такое нынешний момент, в который нам необходимо вернуться? Ну, нынешний момент, это именно вот то, о чем вы говорили и о чем пела замечательная песня, что это и есть жизнь, в принципе, жизнь происходит здесь и сейчас, она не происходит ни в будущем, ни в прошлом, и я обычно долго не останавливаюсь, потому что действительно Эккар Толли очень хорошо про это говорит. У меня есть одна очень простая практика, это практика возвращения в нынешний момент, когда у нас зашкаливают эмоции. Ну, самый такой элементарный, примитивный подход, это если тебя что-то где-то, взять себе немножко тайм-аут, остановиться, выдохнуть и не спешить, да? Обратите внимание на то, что есть сейчас, простой способ взять вот любой предмет и начинать рассматривать его детали, что ты видишь, или начать закрыть глаза, посчитать звуки. В принципе, такие простые техники, они, конечно же, может быть, не сделают тебя счастливым прямо сейчас, но они помогают тебе вернуться в нынешний момент и ощутить вот эту разницу между тем, что у тебя эмоции зашкаливают, потому что ты испугался, например, вот тебе выходить на сцену, ты начинаешь бояться, сфокусировался на дыхании, на том, что ты слышишь, на каких-то ощущениях, и вот эти эмоции, они поотпустили. Я, в принципе, эту технику предлагаю как вот одну из первых, с чего начинать, просто чтобы возвращать свое сознание из будущего, из прошлого вот в этот нынешний момент, потому что в личном там росте трансформации все же основывается на, именно на осознанности нынешнего момента. Мы можем работать с любой проблемой нашей жизни, если мы можем возвращаться вот в этот нынешний момент и создавать вот это вот пространство между своей проблемой, между этой интенсивной эмоцией и нашей реакцией. Поэтому у меня вот первый шаг, это вот, я правда иногда представляю это как сила здесь и сейчас, а иногда представляю это как сила осознанности и проживания своего жизненного опыта именно осознанно, что мы не на автопилоте, а мы вот возвращаем свое сознание в нынешний момент и видим это как бы немножко со стороны, и это возвращает осознанность в наше пребывание. Кристина, вот по поводу нынешнего момента я хочу поделиться, вот я прочитал в юности книжку Рамдаса Be He and Now, его бестселлер, книжка как раз по медитации «Как быть здесь и теперь», и, естественно, стал следовать медитациям, предложенным Рамдасом. Я садился на свое место и старался быть здесь и теперь. Я здесь теперь проверялся, да, здесь теперь, я ощущал свое тело настоящим моментом стрелку часов, которое ощущал себя и вот я так практиковал не один день и потом вдруг я обнаружил, что, ну, в общем-то, по большому счету ничего не меняется, сознание мое не расширяется вот до космических масштабов, как у Рамдаса при встрече с ним Королей Бобой его учителем и, в общем-то, ничего не происходит и я стал недумевать, в чем дело в конце концов и потом уже я наконец-то догадался, что, стремясь быть в нынешний момент здесь и сейчас, я поместил себя в другую клетку моих представлений, ограниченных представлений о том, что такое нынешний момент и что такое здесь и сейчас и, как я потом обнаружил, большинство начинающих медитаторов, которые хотят быть здесь теперь, в настоящем в Ганамении, неизбежно все попадают в такую же клетку, потому что мы приносим все свои ограничения в любой свой опыт, в том числе и любой духовный опыт прорывных медитаций, поэтому очень важно понимать, что нынешний момент бесконечен, вот как об этом писал Маршат, переводя Уильяма Блейка, в одном мгновении видеть вечность там и вечность в чашечке цветка, да, вот в этом, в мире все бесконечно, бесконечный нынешний момент, бесконечное время, бесконечные пространства, бесконечные возможности, и мы, работая с нынешним моментом, можем переводить внимание от каких-то негативных эмоций, от поспешных действий на тело, на чувства, на кружку, но это тоже ограниченные представления, это просто перевод внимания на разные аспекты, а там нынешний момент, как я узнал из духовных традиций, это абсолютная бесконечность, это проявление вот изначальной шуньяты, как бесконечной потенциальности, из которой возникают любые миры, любые возможности, любые переживания, но для того, чтобы открыть вот этот нынешний момент, нужно открыть его в себе, как брагоценность, которая в каждом из нас. Это один шаг, и нужно понимать, что его надо брать в контексте, я его использую намного более практично, именно как возвращаться здесь и сейчас в течение дня, я не говорю про это философски, я не говорю про это с точки зрения даже тоже медитации или какого-то просветления, потому что, на мой взгляд, вот эту глубину такой простой концепции можно понять в контексте, и причем не то, что ты вот берешь вот только вот этот контекст здесь и сейчас и начинаешь уходить в глубину как можно больше, а именно ты тренируешь различные вещи, и потом в контексте вот этой совокупности тренировки на всех разных фронтах глубина этого здесь и сейчас становится все все более такой... Да, как, например, в 10-дневных ретритах по випассане постепенно, постепенно присутствуя во вкусе, в слухе, в теле, в движении, в еде, в глазах, в зрении, мы потихонечку начинаем все больше и больше присутствовать во всем, то есть не только шаматха, успокоение, концентрация, но потом випассана возникает, но я бы не хотела останавливаться только на этом, потому что это... Давайте пойдем дальше, второй шаг. Она просто очень философская, она просто про здесь и сейчас, но в конце концов книги, тома написаны только на эту тему, поэтому я бы просто хотела, я бы, наверное, сейчас скажу все свои эти шаги, все вспомню, потому что это мне надо по памяти делать, но то, что мне больше нравится и созвучно, это я точно вспомню. У меня шаги такие, что да, это осознанность или здесь и сейчас, я опять-таки, я говорю не про здесь сейчас с философской точки зрения, а больше именно с точки зрения осознанности, что мы живем все-таки не у себя в голове, а понимаем, что происходит вокруг нас. Второй шаг тоже очень такой простой, на самом деле, это выражение благодарности. И опять-таки здесь я хочу пойти чуть-чуть дальше, чем просто, ну что, ты жалуешься, у тебя же в жизни все хорошо, а именно такого ежедневного выражения благодарности, не то, что вот я благодарен, что у меня есть руки-ноги, дом и семья, а именно, что за последние 24 часа произошло, за что я могу благодарить. Потому что вот эти вот большие вещи, ну если ты их начинаешь повторять, у тебя как бы появляется такая слепота. Это как с весной. Весна хорошо, только когда зима была до нее. А если у тебя все время лето, то ты не чувствуешь радости от солнца. Ну я это знаю на личном опыте, я жила 17 лет в теплой стране. Также и с благодарностью. Если мы не направляем фокус вот этой благодарности на какие-то более простые вещи, не просто то, что вот у меня в жизни все хорошо, у меня есть хорошая работа, высокая зарплата и вроде муж ничего, а именно на такие вот ежедневные вещи. Тогда вот мы как бы тренируем эту мышцу благодарности чуть-чуть по-другому. Благодарность у меня второй шаг. Сейчас постараюсь не уходить в каждый шаг отдельно. Один шаг, с которым я сильно сопротивлялась, но меня наука поставила на место. Это то, что есть же в личностном росте идея, что счастье у тебя в руках, но все-таки исследования показывают, что наш уровень счастья очень сильно зависит от нашего окружения и от социальной поддержки в нашей жизни. Опять-таки не хочу уходить глубоко в это, потому что это очень серьезная, глубокая тема, но вот это вот качество связи в жизни, вот именно если у тебя человек близкий в жизни или, скажем, пять близких человек, и какова связь с этими людьми, она очень сильно сказывается на уровне счастья. Хочу я этого или не хочу? И дальше мы идем, кстати, в такие более сложные темы. У меня есть разные шаги в зависимости от того, в каком контексте я даю, и не сравнивать, и бороться с перфекционизмом, то есть не бороться, а именно перестать быть перфекционистом. Но, наверное, такие очень практичные техники, которые я предлагаю, они немножко из другой категории. Во-первых, счастье — это не отсутствие боли. Счастье — это, наверное, быть в мире с тем, что происходит. И поэтому две последние самые мои любимые техники, про которые я люблю говорить, они как раз-таки идут из боли. Первое — это прощение. Я считаю, что если нет навыка прощения, то, к сожалению, нельзя говорить о таком глубоком благополучии. И вторая техника — это непосредственная работа с болезненными эмоциями. И обычно, когда я говорю про счастье, кстати, на удивление, я намного больше работаю именно с этой стороной, чем непосредственно вот с такими положительными, веселыми техниками, которые поднимают настроение прямо в нынешний момент. Вам действительно удается научить людей, которые испытывают ненависть и ужасные чувства к тем людям, которые причинили им столько зла, простить, отпустить и быть благодарными. Вот к этим. Как это вообще сделать? Как простить? Вот от сердца простить, не интеллектуально, не понимая то, что выгодно прощать. А вот как обычному человеку, который ненавидит другого человека, простить его? Мне кажется, тут надо, наверное, тоже как-то договориться о том, что такое прощение, потому что разные школы предлагают разную финишную, наверное, линию. В некоторых случаях прощение — это вот реальная там какая-то любовь, и я желаю тебе добра. И тяжело, конечно, говорить об этом, когда человеку причинили очень большой вред. Если мы говорим, например, даже о каком-то криминальном преступлении, о насилии, я понимаю, что это очень тяжелая работа. Но мне кажется, что прощение — это тоже мышца, которую можно, условно говоря, мышца — это навык, который можно прокачивать, который нужно тренировать. И мы его не тренируем, в принципе, потому что надо, чтобы кто-то научил как-то прощать. И что касается... Да, это такая тема, на которую можно говорить очень долго. Во-первых, когда мы работаем с прощением, я предлагаю людям начинать с тех случаев, где у нас есть мотивация простить. То есть прощать людей, которых мы хотим любить или которых мы любим, но обижаемся, ну и зато и обижаемся, и зато и больно, что мы их любим. И начинать с этого, именно потому что это навык, и он требует тренировки. И когда мы отрабатываем этот навык на тех случаях, которые полегче, тогда возможно перейти к более тяжелым, более глубоким случаям. Более тяжелые случаи иногда требуют ни одной сессии, понятное дело. И не всегда доходят до стадии, что я тебя люблю. Я считаю, что это надо быть светлым человеком, чтобы... По крайней мере, относиться по-дружески, не обязательно любить. Ну и даже не по-дружески. Мне кажется, иногда... Нейтрально хотя бы, да? Вот для меня прощение – это отпускание своего собственного негатива. У нас есть очень много недопониманий с прощением. Во-первых, мы обижаемся, чтобы кому-то преподнести урок, чтобы кого-то наказать. Особенно это если близкий, любимый человек. У нас такое чувство, что если я тебя прощу, то ты не изменишься, не станешь лучше. Я вообще даже не хочу касаться идеи о том, что мы никого, в принципе, не можем изменить, тем более, как они чувствуют себя. Ну, то есть, какие эмоции они переживают. То есть, не прощаем из воспитательных соображений. Из воспитательных соображений, особенно если это касается мужа или ребенка. Самими, близкими, людьми. Да, но тут нужно понимать, что... Мне очень нравится буддийское... Я вот уверю, что это все-таки буддисты сказали, такая вот идея, что обижаться – это как пить яд в надежде, что наш обидчик от этого пострадает. Нужно понимать, что обида – это негативная эмоция, которую переживаете вы. И с медицинской точки зрения вот эта вот обида, досада, желание кому-то что-то доказать, показать, наказать, оно на самом деле разрушает наш организм, не нашего обидчика. Это нужно понимать. И прощение – это работа в первую очередь, когда мы прощаем, мы делаем хорошо себе, а не тому человеку, которого мы прощаем. И это надо понимать. Когда мы разъединяем идею о наказании от идеи от прощения, тогда просить, вот принять решение простить, становится легче. Это с одной стороны. С другой стороны, простить не значит согласиться или… Сейчас попытаюсь перевести на русский язык. Есть такое слово, как pardon – это когда мы даем индульгенцию. Простить – это не значит оставить человека без наказания. В принципе, я сейчас говорю про серьезные такие преступления, когда реально человек может получить криминальные какие-то действия. Это не значит, что нельзя простить человека, который это совершил. Опять-таки, я не хочу идти в идею наказания, потому что я, в принципе, против наказания как такового и со стороны государства, и со стороны частного человека. Я считаю, что на это не стоит тратить свою жизнь, и свои жизненные ресурсы. И что касается государства, я вообще верю в то, что государство должно предотвращать преступления, а не наказывать за них. Но это отдельная философская тема, и не надо про это говорить. Но что касается прощения, например, у нас есть один автор замечательный, Нил Донат Уолш, он автор книг «Беседы с Богом», и он автор у нас в Майнвайле на нашей платформе. И он говорит, что простить можно в принципе все. И не только он так говорит. У него есть замечательная притча про маленькую душу и ангела. И эта притча заключается в том, что в нашей жизни все на землю посланы ангелами, но только каждый приходит со своим каким-то уроком. Вообще, когда дело касается Нил Донат Уолш и прощения, его взгляды настолько радикальны, что многим людям тяжело их принять. Но его идея очень простая. Он говорит, все в этой жизни делается из любви. Насколько бы сложно нам не было это принять. Даже самые жуткие преступления делаются из любви. Вопрос в том, что мы не всегда эту любовь разделяем. И мы не всегда согласны с такими принципами, с такими какими-то позициями, ценностями. Но нужно понимать, что все делается из любви. Не к любви к нам, понятно дело. Когда нам делают больно, это делается из любви к чему-то, с чем мы, может быть, не согласны. Но вот когда смотришь на обиду с такой философской точки зрения, тогда понимаешь, что, в принципе, простить можно любое преступление. Нельсон Манделла простил людей, которые его держали в тюрьме на протяжении сколько там, 26 лет он был, и смог выйти и пойти дальше. Опять-таки, нужно понимать, что прощение это не индульгенция. Это не значит, что человек должен остаться без наказания. Ты можешь простить на своем эмоциональном уровне человека, но при этом все равно не забрать свое заявление из милиции, полиции и так далее. И вот когда происходит вот этот разрыв между наказанием и прощением, то сам факт прощения можно принять, он становится намного легче. И, наверное, последнее, это то, что работает на меня больше всего, это такая простая идея, что нет плохих людей, есть люди, которым очень плохо. Нам не делают больно от счастья или от хорошего. Обычно, когда кто-то делает кому-то больно, это потому, что ему больно. И замечательный фильм есть «Чудо» про маленького мальчика. Я его очень рекомендую для того, чтобы понять эту идею. Фильм показывает жизнь маленького мальчика, как он ссорится со своим лучшим другом, у него проблемы с сестрой и так далее. Ты смотришь этот фильм, ты негодуешь, тебе обидно за мальчика, ты думаешь, какие плохие люди вокруг него. Но потом фильм поворачивается и показывает историю его лучшего друга и что привело его лучшего друга к обиде. Потом сестры. И ты начинаешь понимать, что если смотреть на ситуации глазами других людей, то они перестают быть настолько однозначными и черно-белыми. И намного, опять-таки, прощение, это не значит, что мы оставляем человека ненаказанным. Ты можешь простить, ты можешь понять, это не значит, что ты должен согласиться или разделять его точку зрения. Я неоднократно встречался вот как практикующий, ведущий холотропного дыхания, ну и на сеансах психотропии, что люди спонтанно, например, в сессии холотропного дыхания, прощали своих обидчиков. И, о чудо, у тех людей, которые порой были за сотни или тысячи километров от того места, где проходил сессия холотропного дыхания, у тех людей тоже происходило развязывание, отпускание и изменение взгляда, они тоже менялись. Вот такая вот синхронность удивительная, что мы отпустили и другие отпустили. Вот такая вместе рожденность. И знаете, еще что, мне кажется, важным для понимания феномена и силы прощения, отпускания, это то, что это мощнейший инструмент нашего развития. Мы обижаемся, потому что где-то внутри мы маленькие. нас, мы настолько слабые, что нас гнобят, нам делают плохо. Но если мы занимаем другую позицию, нет, я сильный, тогда меня это не задевает, мне это не причиняет боль, я могу по-другому смотреть, я могу как взрослый смотреть на своих обидчиков, как на детей, которые в неведении что-то творят в своих обидах. И, между прочим, я слышал неоднократно от великих буддийских мастеров вот такого рода совет. Иногда смотреть на других людей, в том числе тех, которые обижают тебя, как на маленьких детей, которые сами не ведают, что творят. Я пробовал, действительно, это радикально меняет ситуацию. И не создаются семена, которые потом тебя порой на долгое время держат в клетке и сжирает твои энергоресурсы. Кстати, Нил Дональд Волш же говорил, что мастера не прощают, они понимают. И он тоже приводит в пример детей. Когда ребенок разбил вазу, даже если он шалил, даже если вы ему говорили, что не надо, ты разобьешь, тебе не надо его прощать, делать какой-то ритуал. Ты просто понимаешь, что это происходит, потому что ребенок он не видит может быть связи еще между его действиями и последствиями. И я считаю, что это, конечно, чудо, если можно натренировать свою мышцу в прощении до такого уровня, что тебе действительно не надо прощать людей. Мы тренируем мышцу присутствия, как следующая мышца, это благодарность. Я считаю, что счастье это как тренировка в спортзале. Да-да-да, вот я как раз итог для наших слушателей подвожу. Мышца присутствия, мышца благодарности, дальше мышца... Ну, связи мы не ушли далеко, глубоко в это, но именно построение глубоких доверительных связей в своей жизни. То есть только когда ты в искренних отношениях, когда у тебя есть друзья, близкие и откровенные с ними сердечные связи, вот тогда ты тренируешь мышцу счастья следующий уровень. Еще одна мышца, которую я даже забыла назвать, но она очень важна, это любовь к себе. И оттуда у меня идут сравнения и отпустить идею о перфекционизме, а вот именно любовь и принятие себя тоже прекрасная тема, очень глубокая. Люди чувствуют стыд и вину за то, что они любят себя. Мне очень часто говорят, ну а где грань между эгоизмом и любовью к себе? Я считаю, что они... Это полностью противоположные вещи, конечно. Это открыли древние буддисты. Между прочим, важнейшая практика буддизма, вот четыре благодарности великих, или четыре безмерных катализатора жизни. Первая практика это принятие полной себя и любовь к себе. И буддисты открыли, что когда мы вместо того, чтобы гнобить себя, вместо того, чтобы ненавидеть себя, вместо того, чтобы выстраивать себя, начинаем любить себя, то тогда вот наша фундаментальная характеристика, наше эго, наша ограниченность, наши пристрастия и привязанность начинает трансформироваться в мудрость, различающую мудрость. То есть это означает, что мы везде начинаем выходить из клетки и начинаем видеть нюансы, детали, бесконечность, оттенков. Вот это спонтанная трансформация негативных ограничений в мудрость. Поэтому это я обоими руками за. Конечно. Я, кстати, хотела бы сказать, что если так вот посмотреть философски на любовь к себе, но я заметила, а может, наоборот, практически они философски, я заметила, что нам намного легче принимать странности других людей, если мы способны себя принимать во всех своих проявлениях. Ведь если смотреть на то, что мы в принципе к окружающему миру относимся к отражению себя, то есть нас обычно в других людях раздражает то, что в нас что-то задевает. Нас не раздражают их просто какие-то странные качества, но если они в нас задевают что-то, либо мы узнали себя в том, что нас раздражает, либо они делают что-то, что мы себе не можем позволить, и нас это раздражает. Если посмотреть на мир с этой точки зрения, что мы в принципе отзеркаливаем себя от всего, что происходит, от происходящих событий, от людей, от тех же обид, то когда мы полностью учимся полностью любить и принимать себя, то нам намного меньше приходится прощать других людей, потому что намного легче принимать остальной мир, когда мы в мире с собой. Большое спасибо, Кристин, за этот великолепный разговор о счастье и за ваши советы, наставления. Это часть вашего большого курса о том, как нам тренировать мышцы счастья для того, чтобы быть счастливнее. Я уже счастлив. Я чувствую, как-то присоединился и в разговоре с вами какие-то мои мышцы тоже начали уже тренироваться, трепетать, не ощущая плоды. И я надеюсь, что все слушатели нашего эфира тоже могут по мере как раз уже начать практиковать и прийти, конечно, к вам на ваши курсы, в ваш замечательный институт. Спасибо большое. Я, наверное, самое главное хотела просто передать, что, в принципе, жизнь, она такая сочная и разноцветная, что я против розовых очков. Мне кажется, когда ты научаешься быть в мире со всеми ее проявлениями, будь то ночь, будь то день, будь то холодно, будь то тепло, ну, больно и приятно, то вот тогда вот реально ты начинаешь понимать, что такое быть в мире с собой, и что такое счастье. У природы нет плохой погоды, да, как поется старая песня. Спасибо большое. Спасибо, Кристина. До новых встреч. Спасибо всем, кто слушал и слушает нас. Удачи всем и счастья. И счастья, да.